Девушки отдыхают Гол, космос, снова я один Но я не стал этого делать, потому что, во-первых, опоздал Во-вторых, снег холодный и так далее Октябрь на дворе, как декабрь И слава яйцам Есть такие штуки, как трейлеры, которые спойлерят половину фильма Поэтому, если вы посмотрели трейлер Марсианина Вы можете смело пропускать половину фильма Потому что вы всё знаете Ну, блядь, там просто вкратце пересказали всё Так что слава яйцам он там есть Так вот, Марсианин это... Научная фантастика Прикиньте, научная фантастика Которая стоит для меня, вот, если мы берём Вот последние такие Нашумевшие научно-фантастические фильмы Между гравитацией И интерстелларом Когда гравитация это Вот где-то тут интерстеллар Вот там вот А вот этот фильм стоит где-то посередине В плане исполнения В плане режиссуры В плане сценария Ну так вот, и как вы поняли этот ролик Это просто такие вот свежие впечатления о фильме Если кто-то ждёт такого же вот откровения Как интерстеллар Взрыва мозга и так далее Нет Этого не будет Это обычный фантастический Даже не фантастический Это больше приключенческий фильм Но, знаете, в нём научной фантастики Чуть поменьше, чем в интерстелларе Скажем так Но чуть побольше, чем в гравитации Я имею в виду научной фантастики Но, если вы будете смотреть этот фильм У вас где-то в середине вот просмотра Придёт такая мысль в голову Ну вот, образованным людям По крайней мере, чуть-чуть хотя бы Господи, я где-то же это видел Ага, это же Бензон Крузер Тут даже своя пятница есть Естественно, Марсианин он один Там один как бы персонаж на Марсе Все дела Но, естественно, вам не будут показывать Одного Мэтта Дэймона постоянно Именно Мэтт Дэймон Играет Марсианина Вспомните, в интерстелларе Тоже был Мэтт Дэймон И он тоже играл героя Который долго-долго пробыл на планете Но, кстати, вот присутствие Мэтта Дэймона В фильме Интерстеллар Долго скрывали И вот я об этом не знал Когда пошёл на фильм Что ж ты не стал смотреть список атеров Это было немножко Ну, сюрпризом для меня было Так вот И тут есть даже своя пятница Но это не человек Это марсоход Хорошо, что он марсоход никак не назвал Но там такие отношения с ним Он даже похлопал Потом вот этот марсоход по колёсикам Ну, это вы всё увидите Это, да, это клёво Всё, я испортил клёвый момент Но на самом деле это не спойлер Но! Половина фильма Проходит как бы на Марсе Как бы на Марсе, да? Половина фильма проходит как бы на Земле Да? Естественно Всё, что там вот Проходит на Марсе Снимали где-то в какой-то пустыне В красной С красными песками И так далее Там можно увидеть На самом деле Ещё где-то самолёты пролетающие Люди говорят В небе Но я, если честно Я наблюдал Не заметил Как-то Я просто Ну, просто вот Я увидел то, что люди говорят Мол, я там самолёт видел В небе Вообще всё Вот зафейлили И так далее Я не заметил Так что Да И конечно Фейлы какие-то Есть Но! Самое главное Начнём мы, конечно же С научного С научного обсуждения Происходящего в фильме Всё начинается В фильме Марсианин С того, что прибывает Экспедиция на Марс Остаётся там И корабль Который привёз экспедицию Улетает Соответственно И эта экспедиция Не вовремя Оказывается В точке посадки Потому что происходит Буря И вот эта вот Буря Она сносит Всё нахер И всех убивает Кроме одного человека Одного человека Как раз таки Того марсианина Который играет Мэтт Дэймон Этот марсианин Он по профессии Ботаник Именно Из-за этого Он смог дальше выжить Потому что применил Свои знания Но! Буря была Такой мощной И сильной Как будто Знаете Это нахер Ураган земной Однако Автор романа Немножко не учёл То что На Марсе Если вы вдруг Не знаете Из-за отсутствия Атмосферы И вообще Ну понятно Из-за строения Не из-за строения Планеты Из-за удалённости От Солнца Из-за особенностей Не знаю там Прочих различных Но в основном Из-за отсутствия Атмосферы На планете Марс Очень низкое давление А из-за Очень низкого давления Которое Ну я имею ввиду Относительно Низкое Относительно Земного Просто не может Произойти Такой бури То есть По идее На Марсе Не может Произойти Того Что И вызвало Всю цепочку Событий Романа И фильма Марсианин Понимаете В чём суть То есть Этого быть В принципе Не может Поэтому Это больше Приключенческий Фильм Ибо Он Ну вот Такой Вот Приключение В принципе Не важно Как начинается И он воспринимается Дальше Как приключенческий Потому что Дальше Научная фантастика Уходит на задний план И нам Начинают Рассказывать Как Ну если вы Смотрели Трейлер Марсианин Вы конечно Видели Как он там Выращивает Картошку Как он Добывает Воду Там тоже Можно найти Всякой фигни Например То что Допустим Когда он поджигает Водород Он горит Жёлтым пламенем Хотя он не должен Гореть Жёлтым пламенем Но это ладно Или он не Водород поджигал Но если он поджигал Водород А я точно Не помню Потому что Я как бы Не предаю значения Водород Он горит Бесцветно Если кто-то не знает Это я думаю Было Я думаю Что многие Об этом знают Да и я думаю Что у кого-то Химические опыты Были такие По крайней мере Я это видел Где-то на Дискавери Я думаю Что это многие Люди знают Так вот Там жёлтый пламя Горит Хотя я не понял Может там какая-то Смесь была Может быть там Какой-то аммиак Может быть ещё что-то Короче говоря Это в принципе Не важно И просто-напросто Нам показывают Как главный Герой Выживает Всё А где-то там На орбите Марса Куда-то летит Назад Корабль Капитаном которой Является Героиня Которую играет Джессика Честейн Тоже Актриса Из Атерстеллера Ну правда Она там сыграла Нет Она по-моему Там тоже Кого-то сыграла Связанного С астронавтикой И так далее Ну в общем Здесь Столько Всего есть На что не стоит Обращать внимание Но всё же Если Допустим Та же гравитация Воспринимается Больше как Драма Да Научная фантастика И так далее Такая Расхваленная То это Вот этот фильм Нужно воспринимать Как приключение Как своеобразную А это называется Рамбинзонада По-моему Даже такой Знаете Поджанр Есть Приключение Рамбинзонада Когда человек Оказывается Один где-то И сидит И ждёт Чем всё Закончится Я думаю Я думаю Что вы Сами Понимаете Ну в таких Фильмах Сами Подумайте Какой здесь может быть Драматический Оне Все умрут И чё Какой смысл Был вам это Показывать А вот Как вытащат Марсианина Это другое дело Как бы Цель заключается Именно в этом Вытащить Вот этого Марсианина Оттуда Да И если мы будем Говорить Допустим О графической Составляющей Фильма Локациях Спецэффектов Впрочем То я могу сказать То что Спецэффектов Здесь в принципе То и нету То есть Ридли Скотт Человек Который ставит Отличные фильмы В которых Нет зелёных Экранов Почти Ну вот Если не учит Конечно Прометей Хотя Прометей Мне тоже Понравился Вот Хочется Пнуть По яйцам Те люди Которые говорили Да это Говно какое Это Всё Я делал Просто Вот так Вот так Вот взять И напинать Потому что Фильм просто Отличный Будет ещё продолжение Просто зашибись По крайней мере Расскажут Откуда появились Все чужие И так далее Крутая То есть Если вы смотрели Фильмы Ридли Скотта Такие как Допустим Ну особо известные Чужой Гладиатор Больше не помню Но Прометей Хорошо Там в основном Всё было Вот именно На игре актёров Завязано На Оборудовании Ну то есть Оборудование Бутафорское Там да Ну короче говоря Как это называется На самом деле Это конструирование Съёмочной площадки Хорошо Потому что Не могу подобрать слово Долго Думан стоял Не могу подобрать слово Конструирование Съёмочной площадки Вот Вот всё Вот как бы Отсутствие Вот этих вот Модных сейчас CG И прочее Это как раз таки Фильм вперёд Выбивает Ну то есть Понятно то что Там изображение Земли Изображение Марса Из космоса Всякие старты Ракеты И прочее Это всё понятно Сделано на компьютере Но в основном 95% фильма Это Ну вот Это реально Существующие Локации Да Я имею ввиду Построенные специально Для фильма Это Охренительно Радует тебя Потом Если мы будем Говорить про 3D Которая Опять таки Изнасиловала Фильм То я могу сказать То что оно там Нахрен не нужно Единственное Где проявляется 3D Это пожалуй Те моменты Те моменты Когда главный герой Записывает Своё Ну не знаю Там Свои мысли На Видеожурнал Когда Мы просто видим Как бы спереди Его Какие-то данные Интерфейс Этого Видеожурнала А позади Этого интерфейса При помощи 3D изображения Мы видим Саму картинку Да Больше 3D Нигде толком не применяется Я вообще не заметил У меня только глаза Если честно Болели Единственное Для чего Нужно 3D изображение Чтобы затемнить картинку Хотя она и так Тёмная нахрен К чертям собачьим То есть Если вы сможете Пойти на фильм Без 3D Или посмотреть Дома без 3D А блин У всех уже 3D телевизор есть Ёпар СТ Стоп То смотрите без 3D Потому что Во-первых Вы отдадите меньше денег Скорее всего Во-вторых Вы получите более Кайфовую картинку Я считаю Ибо 3D там Толкового нет В подборе актёров Некоторых Я недостаточно уверен Допустим Шон Бин Здесь не подыхает Здесь в принципе Никто не подыхает Кроме Как бы Тех людей Которые Вздохли в самом начале Если чё Вообще То есть вообще Да Майкл Вот Майкл Пенни Я не понял Что здесь делать Допустим Тут ещё есть какой-то Один такой Герой Знаете Такой Который Всё спас Такую астродинамику Которую изучает Или ещё чё Нахрен Я уже забыл Он один придумал Как вытащить всех И ты такой сидишь Думаешь Нет Конечно Он не один придумал Там Множество Множество Всего И так далее Единственное Что я могу отметить И чуть-чуть заспойлерить Но это как бы Не спойлер особый Да России Как бы В мире нет То есть Кому мы обратимся За помощью Никому К марсианам Россия не существует Нет Конечно Я понимаю То что сейчас Как бы У Роскосмоса Дела плохо идут Но как бы У Америки Тоже космическая программа В жопе Они давно Никаких Аполлонов Теброе Спутники запускают И так далее Так что Я вот этого Если честно Не понимаю Но да ладно У нас Марсиане там есть Мы не будем У кого просить помощь Мы сами будем Всё делать Неее Неее Ты что здесь есть Такие знаете Моменты В романе В сценарии Когда ты сидишь И думаешь What the fuck Почему Почему у вас есть Целая команда Целая команда Которая строит С радой двигателей А вас спасает Один человек По сути Даёт вам какую-то идею Я такой Вот сижу Не понимаю Так вот Это я просто отошёл От Перечисления актёров Потому что Именно вот этого человека Да Вот этого героя Играет Очень Колоритный актёр Скажем так Играет Но достаточно глупо Так что В его Вот В его Как бы Наличии фильма Я Достаточно Ну Сомневаюсь В его Разумном Появлении Фильме И вообще Если так можно сказать В общем Некоторые актёры Подобраны странно Но в целом Актёрский состав Мне понравился Как и музыка От Гарри Грэксона Уильямса Правда Которая очень 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 сильно Спуталась С музыкой Из Metal Gear Solid 5 Потому что Звучит Одно и то же Почти Либо такая Драматическая музыка Либо Музыка Которая Героическая Такая И так далее Но Нас сопровождают В основном Фильме Диско Восьмидесятых Которая Нравится Одному Из персонажей И Этот фильм Немножко Напоминает Стражей Галактики Но в хорошем смысле Потому что Там тоже Была музыка Из восьмидесятых Но здесь В основном Диско Абба Все дела Еще кто-то Да И над этим Очень сильно Шутит Главный Герой Даже Учитывая То что Здесь такие Гигантские Ляпы И Такие моменты Когда ты спрашиваешь Что Это было И как это Вообще Возможно Только ты прощаешь Все это За просто Таким Приключенческую Сюжетную Линию Которая Тебя Удерживают У экрана Здесь нет Излишней Серьезности Здесь есть Просто Интересная Сюжетная Линия Которая Просто Заставляет Тебя спрашивать Что дальше А что дальше А что он придумает А что он сделает И так далее Это не Напыщенная Серьезность Из гравитации Да В которую Я просто Не понимаю Как можно смотреть Потому что Это говнище Если честно Это не Зубодробительная Научная фантастика Скрещенная С квантовой механикой С метафизикой С прочим 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 Из интерстеллара Это Фильм Фантастика Которая Доступна Всем Это научная Фантастика Которая Доступна Всем И подается Она как приключение То есть Как развлекательный Фильм Который Не стоит Воспринимать Серьезно С самого начала То есть Сама суть Такая вот То что не стоит Серьезно Однако И режиссеры И автор сценария И автор романа Они все-таки Постарались Как можно больше Реализма Принести Учитывая даже то Что когда-нибудь Такая вот миссия На Марс Может состояться Именно вот Под таким вот Правилом По такой вот системе Поэтому Правильная подача Фильма А это именно Работа режиссера Это самое главное Именно из-за этого Марсианин Воспринимается Лучше Многих Драматических Очень Скрупулезно Сделанных Научных Фантастик Типа Поэтому Даже если у вас Возникнут вопросы Марсианина Вот Которые я уже Называл Да Или там Допустим Как он смог Вырастить Картофель Под офисным Освещением Еще и не самым Сильным Хотя иногда Картофель Не растет Даже толком Когда он Под солнечным Светом Находится Да Ну просто Уберите их Из головы Потому что Марсианину Нужно воспринимать Как фантастические Приключения С налетом Знаете Такой фантастике У которой Научная фантастика У которой Есть какие-то моменты Когда Что-то здесь есть Реальное А есть моменты Когда это действительно What the fuck Конечно Это ни в коем случае Не Там Запредельные Какие-то Пограничные С 10 баллами Оценки Да Вот Этому фильму Нужно ставить Это такой Знаете Такой вот Фильм Выше среднего Который Можно даже Глянуть Всей семьей Потому что Он С рейтингом 12 плюс Там ничего Такого Даже Долком Нету Ни мяса Ни кровища Ничего Никаких Ужасных Цен Но вот Чтоб Прямого Рекомендовать Я бы Не стал Я бы Если честно Не стал Он Ну окей Фантастик Ну что Фантастик Что ли Так Мама Можно Глянуть Любую научную Фантастику Более-менее И получите Тот же Самый Эффект Что и от Этого Если Конечно Вы все Пересмотрели И вам Действительно Хочется Последить Вот Это Можно Сгонять Естественно Можно Глянуть Потратить Два Часа Времени Они Пройдут Конечно С радостью Но Идти нужно На фильм Без Восторга То есть Не ожидайте От него Ничего Такого Супер Крутого Не ожидайте Скажем Простого Нового Интерстеллара Потому что Этот фильм Совсем Другой Но Он делает Своё Дело И Отрабатывает Свои Деньги Так сказать Ридли Скотт Не упал Лицом В грязь Снова Сделал Отличную Научную Фантастику Отличный Фильм Ещё Один Его Режиссёрская Фильмография В котором Есть Всё За что Мы любим Ридли Скотта Отличная Постановка Отличные Бэкграунды Отличная Картинка Отличная Раскадровка Отличный Монтаж Отличная Музыка Отличных Плодбор Аркёров За Исключением Некоторых Личностей Вот Так что Это Ридли Скотт За что Мы его Любим Зато Вот Он и Работает И Это мы Получили В Марсианине Снова Так что Если вы Знаете Ридли Скотт Туда В основном В основном Если что На этот фильм Шел Из-за того Что Режиссер Ридли Скотт Не потому Что Это Марсианин Научная Фантастика А потому Что Этот фильм Поставил Ридли Скотта Я В режиссера Верю И в основном Вхожу Фильмы Из-за Того Кто У них Режиссер Чего Кстати И вам Советую А не Из-за Актеров Потому Что Не актер И Режиссер Режиссер Получите удовольствие Не пойдете Ничего Не потеряете Посмотрите На DVD Будет Тот же Самый Эффект 3D Не нужно Ридли Скотт Снова Клевый Фильм Снял Но Он Как-то В Топ 10 В топ 100 Может Даже Крутой Научной Фантастики Вряд ли Попадет Потому Что Здесь Есть Какие-то Изъяны Какие-то Моменты Которые Которые Ты воспринимаешь Очень Странно Если Отключить Мозг То Можно Все Смотреть В принципе Без вопросов Вообще Все Даже Звездные Войны У них Мечи Нормальные Такое Тоже Возможно И так Далее Все У меня Спасибо За Внимание С вами Был Эллен Увидимся В следующих Выпусках